Знаменитая голливудская актриса Кира Найтли сыграет ростовчанку. Режиссер Дэвид Кроненберг готовится к съемкам нового фильма, уже известное название «Разговаривай, исцеляй». В основе его история жизни нашей землячки Сабины Шпилерейн. Смерть младшей сестры стала причиной нервного срыва Сабины, и состоятельная папа-коммерсант и мама-стоматолог отправили дочь в психиатрическую клинику в Цюрихе. Русская красавица становится пациенткой популярного Карла Юнга. Излечиваясь, умная ростовчанка увлеклась и врачом, и психоанализом. Защитила диплом, посвященный проблемам шизофрении. Оказалось, что Голливуд не первый раз прельщен нашими степными характерами. Она была, извиняюсь, любовницей Юнга и одновременно Фрейда, такой любовный треугольник. Алексей учитель после своего фильма «Дневник его жены» был в Голливуде, и ему предложили, или он предложил быть продюсером для совместной постановки. Мы вместе подождите к Михалкову. Михалков написал письмо на имя Владимира Федоровича Чуба, вот, и на имя ростовских предпринимателей. Я с этим письмом приехал, был в администрации. Владимир Федорович немедленно, очень активно открытился. Скал, что Ростов может стать киношным городом. У нас вообще и прекрасная природа, и вообще надо выходить на международную арену. А вот бизнес-сообщество Ростова предложение о деловом партнерстве проигнорировало. И голливудские воротилы воссоздавали старый Ростов в декорациях павильонов Румынии. Теперь с новым фильмом история возвращается. Как вернулась в Ростов Сабина, расставшись и с Юнгом, и с Фрейдом. Стала работать педагогом и психологом, но... 14 августа 1925 года решением Совета народных комиссаров РСФСР был ликвидирован Государственный психоаналитический институт. Разрешил и поставил подпись доктор Симашко. Позже судьба распорядилась перпендикулярно. На этой улице Пушкинской стоит дом Сабины Шпилерейн, перпендикулярно переулку имени доктора Симашко. Ее статьи продолжали публиковать научно-европейские журналы. Последнее исследование рисунков детей, сделанных с открытыми и закрытыми глазами. Собственных дочерей у Сабины было двое – Рената и Ева. С ними она и пришла сюда, в Змеевскую балку, не веря, что культурная нация немцы расстреливает людей. Дубовых деревьев, посаженных на месте убийства ученой и ее девочек, мы не нашли. Говорят, не прижились. В ее квартире на Пушкинской новый владелец делает ремонт, но до Зари Чеботарева, соседки Шпилерейнов, уже, конечно, не по дому, а по веку, мы достучались. Ту науку, которую она проповедовала, я не признаю. Понимаете, там что-то спекулирует здорово. Они тут приходили, покупали на третьем этаже комнаты, говорили, что они тут будут музей делать. Потом все это лопнуло. Они взяли эти комнаты, продали. Видно, с выгодой, с хорошей. В квартире, где жила, любила, работала и страдала Сабина Шпилерейн, теперь откроется магазин православной литературы.